Братья и сёстры, я вас приветствую. Проповедь свою я назвал «Долгожданная встреча». У каждого из нас в жизни бывают встречи. Бывают встречи случайные или спланированные, ожидаемые или долгожданные. Бывают встречи неожиданные или же встречи, которые оставляют негативный след в нашей жизни, когда мы бы не хотели этой встречи. Бывает, когда мы очень долго ждём чего-то, и мы хотим кого-то увидеть. Не знаю, бывали ли в вашей жизни такие встречи, когда вы были, может быть, с кем-то разлучены, долгое время не видели близкого человека, и потом ждали этот момент, когда же увидите его лицом к лицу, и вот эта встреча наступила. Из рассказов дедушек и бабушек я знаю, что когда во время Второй мировой войны уходили на войну, забирали детей, кого-то забирали в плен, кто-то отцы или дедушки уходили на войну. Люди были с надеждой встречи. Ожидали, не было таких коммуникаций, как сегодня, что ты можешь сообщить, и быстренько всё знали. Люди оставались в неведении. Ушёл и неизвестно, вернётся или нет, и человек ждёт или весточки, или же встречи. И когда эти встречи наступали, это были радостные встречи. В большинстве случаев, когда мы ожидаем кого-то увидеть, это радостное событие в нашей жизни. У меня когда-то была незапланированная такая встреча, случайная. Мы возвращались из миссионерской поездки, с группой из нашей церкви. Кто был тогда, он сейчас вспомнит. Мы возвращались в 2011 году с Камчатки. У нас была пересадка в аэропорту в Москве, и нам нужно было выйти, день пробыть в Москве, дальше потом лететь в Нью-Йорк. И вот когда мы прилетели в Москву, мы вышли в аэропорт и стоим уже в том зале, где люди приходят на регистрацию, чтобы улетать. Приехал из Украины мой брат с женой нас встретить, и мы пока достали все чемоданы, мы стоим группой и разговариваем, радостная встреча у нас, мы обсуждаем что-то, и вот у нас тема была об американцах, и мой брат говорит, как выглядят американцы. Я думаю, как же ему показать американца здесь в зале. И он мне показывает пальцем в дальний угол аэропорта, на регистрации стоит человек спиной к нам. Он говорит, вот так выглядит американец. Я на него смотрю, и это стоит Костя Андреевский. Как помните, как он выглядел раньше, да? Его издалека было видно. Я говорю, так это же наш брат Костя. Я иду к нему, закрыл ему глаза, говорю, ну ты не угадаешь. Это была радостная, неожиданная встреча. Он подошел к нам, немножко, несколько минут мы поговорили, и он улетел дальше. Когда не ожидаешь и приятно поговорить, как раз он был на служении, мы возвращались в служение. Братья и сестры, сегодня мы говорим о встрече. Эта встреча была также долгожданная. И мы прочитаем это событие Луки, 2 глава, с 21 стиха по 32. По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченное ангелом прежде зачатия его в очереве. А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложественно, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву, пореченному в законе Господнем, две горлицы или двух птенцов голубиных. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал, «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром. Ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». В этом 25 стихе из этого отрывка написано о Симеоне, что он был чающий. Чающий – это ожидающий с надеждой. Бог открыл Симеону еще при жизни, когда он был живой, что он увидит Мессию, что он увидит спасителя мира. Израильтяне знали, что должен прийти Мессия и ожидали его приход. Но каждый ожидал по-своему. И каждый в свое ожидание вкладывал свой смысл. Одни ожидали царя, другие ожидали освободителя от римлян, еще одни ожидали, что с приходом Мессии будет процветание и улучшение жизни. Но мы прочитали сейчас о Симеоне, об этом человеке, который ожидал с надеждой утешения Израилю. В чем это утешение заключалось, братья и сестры? Мы вот повторим еще с 30 стиха. «Ибо видели, отчи мои, спасение твое, которое ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего. Израиля». Утешение Израилю – это спасение. То, что ожидал Симеон, Симеон ожидал спасения для всех народов. Бог открыл эту истину ему. Представьте, человек, который знал о законе Божьем, который знал о том, что должен прийти Мессия, но не знал когда. И вот при жизни Бог ему открывает. Ты увидишь, увидишь своими глазами живого Мессию. И он ждал. Написано, что он по вдохновению пришел в храм. Это не по закону, когда каждый мужчина должен был приходить в определенное время в Иерусалим. Это человек, который испытывал желание. Его жизнь была в ожидании встречи с Богом. Он не хотел этот момент пропустить. У него было вдохновение прийти в храм. И вот это событие состоялось. Представьте, что он видит этого младенца. И для него это не просто младенец, какой-то ребеночек, и праздник, который состоялся в этой семье. Для него это спаситель мира. Когда он его увидел, его сердце наполнилось особым миром. Мир, который дает только Бог. Произошла встреча с Спасителем. И он говорит, с миром отпускаешь раба твоего. Спокойно можно умирать. Жизнь прожил не зря. Сердце успокоилось, потому что обещание, которое Бог дал людям, чтобы в мир пришел Спаситель, оно осуществилось. Он это увидел. Симеон умер. Но множество людей по всему земли, для них начались встречи с Богом через Иисуса Христа. Сегодня эта встреча может произойти и здесь, по вере в Иисуса Христа. В Библии есть две встречи описанные, которые всегда приводят меня в трепет. Одна встреча – это из Ветхого Завета. Это встреча Иосифа и Иакова. Для Иакова, для отца, весть о том, что сын погиб, принесла скорбь на всю жизнь. Он жил с этой скорбью, и он не имел надежды на встречу, потому что он думал, что сын мертв. Это была просто скорбь, которая не давала ему радости, не приносила ему удовольствия от жизни, потому что любимый сын погиб. Но был сын его, жив, в другой стране, который ожидал этой встречи, он о ней мечтал. Он знал, что есть отец, есть семья, и он мечтал об этом, он хотел этой встречи. И вот когда Писание описывает нам эту встречу, это настолько такое трогательное событие, что через определенное время отцу сказали «сын жив!». Представьте его радость, его трепет, ожидание, что наконец-то он увидит сына, о котором он скорбел. Он даже не знал. И вот он в ожидании этих минут встречи, а Иосиф ожидал долгий период, пока он в Египте, и эта встреча состоялась. Это была счастливая встреча, которая успокоила сердца Иосифа и Иакова. В Новом Завете также есть одна встреча, описанная, когда Иисус рассказал притчу о блудном сыне, и там сын, который, взяв часть имения, которое принадлежало ему, ушел, и он не вспоминает вначале об отце, он просто ушел и хорошо, весело проводит жизнь, живя распутно. Но отец живет ожиданием встречи. Он живет тем, что он ожидает сына, когда же он вернется. И эта встреча происходит. Отец видит сына, который возвращается. Он взглядывается вдаль и видит, что сын идет домой. Он выбегает ему навстречу. И это происходит радостное событие. Покаяние сына, принятие его в дом, и сердце отца счастливо. Вернулся сын. Наступила эта долгожданная встреча. Каждого из нас Бог наделил особыми способностями. Каждому из нас Бог отвел определенное время жизни на земле, вложил дыхание. И он ожидает этой встречи. Он сегодня хочет встречи нашей с вами. Через веру в Иисуса Христа, через принятие в свою жизнь, Бог ожидает этой встречи. Может быть, кто-то сегодня, находясь здесь, осознает то, что в его жизни эта встреча не произошла. Он слышит о Боге. Он знает много библейских историй. Может быть, даже совершает какое-то служение. Но по-настоящему не произошла вот эта встреча, которая наполнила сердце миром и дает теперь нам надежду на ожидание встречи лицом к лицу с нашим Господом Иисусом Христом. Для вас сегодня это время. Время, когда Бог говорит «Приди ко мне. Приди ко мне в покаянии. Пусть для тебя наступит эта радостная встреча, потому что сегодня еще день спасения». Но есть те, которые сегодня, братья и сестры, пришли и готовились сегодня вспоминать страдания нашего Господа Иисуса Христа. И мы с вами живем надеждой на встречу, которая будет со Христом, когда Он придет на облаках. Мы ожидаем. Но для нас сегодня также звучит слово «как мы ожидаем». Как Симеон ожидал встречи. Во втором послании Петра, третья глава, тринадцатый стих, записаны такие слова. «Впрочем, мы по обетованию Его, то есть по обещанию Иисуса, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Итак, возлюбленные, ожидая сего, почтитесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире». Господь через Петра призывает верующих к освящению и очищению, чтобы нам в ожидании встречи приготовить себя, чтобы нам не задремать, чтобы нам ожидать встречи с Господом, быть готовым. Это процесс. Это не просто уверовал и занимаемся дальше своими делами, суетой жизни. Постоянно размышлять о том, когда Господь придет, каким я предстану пред Ним. Давайте жить в ожидании встречи с нашим Господом Иисусом Христом. Аминь. Помолимся.